Древний подход, совмещение древнего подхода с современной наукой. Есть такая наука общественного здоровья называется. Она изучает, как можно людей отучить пить, как можно привить навыки культурной жизни, чтобы все вместе жили, не разводились и так далее. То есть действительно нужно сейчас, в нашем обществе это нужно, потому что по статистике 80% тех, кто поженились, разводятся в течение жизни. То есть такая статистика. У нас 400 тысяч человек в год погибает от злоупотребления алкоголем по стране. Ну это больше аркем. 400 тысяч, представляете, это почти что-то половина Омска. Вот. И 400 тысяч людей погибает в год от курения, злоупотребления, от табак курения. Страшные цифры, страшные цифры. Вот. И мы провели серьёзный анализ лекций, которые я провожу. Уже порядка 15 лет. Мы провели анализ научный такой. Написали несколько научных работ на эту тему. И оказалось, что те люди, которые ходят на лекции больше года, больше половины тех, кто пил, выпивал, хоть как-то, бросают пить совсем. А из тех, кто не бросают пить, всего лишь 3% пьют столько, сколько пили. Остальные снижают дозу. Точно так же с курением. Мы обнаружили, что 67% улучшают свои отношения в семье. 67%. 48% в коллективе улучшают свои отношения. 48% из 100. Мы исследовали 826 человек. Интересные, да, показатели? То есть люди просто слушают лекции. Они больше, ну, ничего не делают, просто приходят послушать лекции. И такие изменения в жизни происходят колоссально, серьёзные. Хороший результат. И это понравилось учёным, которые занимаются общественным здоровьем. Они приняли это знание. И мне даже предложили участвовать. Вот сейчас есть проект в России. Единая партия России продвигает такой проект «Здоровая нация». То есть мы предложили в нём участвовать. Посмотрим, чем это будет выражаться. Вот так или иначе. И у нас идут перемены. У нас неподдельный интерес к знанию, к ведическому знанию. Увеличивается популярность знания ведического, да, в среде учёных. И причина заключается в том, что оно практично, это знание, потому что оно очень глубоко разбирает основную часть нашей жизни. Мы живём в своей психике, в психических функциях. То есть, смотрите, обычная психология, она объясняет жизнь с позиции поведения человека. А веды объясняют жизнь с позиции того, что это поведение имеет какую-то глубокую-глубокую природу. И глубокая природа заключается в том, что мы с вами вечные. То есть мы имеем вечную природу, мы души. Вот это сложно понять, потому что душа, знание о душе, оно... У меня карма, видите, плохая всегда. Когда я читаю лекции, микрофон потихоньку опускается вниз. Я как бы... Я разные уже способы придумал, как делать так, чтобы не опускался. Я уже выработанно как бы правила какие-то свои. Ну, вот 20 лет уже читаю лекции, всегда опускается вниз сперфон. Сейчас я буду пытаться это что-то делать с этим. Надо помочь мне подвинуть туда. Так, потому что если рычаг меньше будет, он будет меньше опускаться. Так, он будет всё время будет читать лекции, думать о том, что он ниже ниже опускается. Да, открутить надо. Да, поменьше, что-то сделаем. Помогайте, да. О, пошла, пошла, пошла. Всё. Сейчас мы справимся с кармой, это поможет узнать. Поможет узнать, карму сейчас преодолеть. Ага, всё, всё нормально, теперь будет нормально. Ага. Всё, вот это то, что я хотел вам показать на примере. Что карма проверяется с помощью знаний. Пахая. А карма бывает, и все сплошные. Харь-то. Вот, то есть, ну, всё, теперь он уже не будет опускаться. Правда, съедите. А у нас есть способ, как сделать так, чтобы все поместились. Давайте сейчас будем сотрудничать. Вот смотрите, поднимают все, у кого рядом свободное место. А если два места, две руки поднимают. И всё, и все, кто на руку, идите на руку все. И смело, не бойтесь никому помешать. Просто спокойно, смело идите, потому что мы любим друг друга здесь. И ваше касание будет милостью для всех. Всем будет счастье. Проходите, давайте в центр. Руки держат, все держат руки. У кого свободные места, никто не жадничает. На два места не сядешь сразу. Поэтому надо проведиться с кругами. Многие люди стоят. Угу. У нас в Москве продавали пакеты на лекцию. Пакеты продавали. Ну, это салопановые пакеты такие, которые, ну, на которые надо было садиться на лестницу. Вот, ну ладно. Есть места еще свободные. Еще есть места на дорожке поднять у того, у кого есть свободные места. И садятся в такой. Теперь нам дружнее стало. Мы все вместе. Лекция будет интересная, очень познавательная, потому что эта тема такая ключевая. Она о нашей жизни. Каждый получит что-то для себя очень ценное. В этой лекции. Даже те, кто уже ко мне поделит 15 лет, вот, я надеюсь что-то сказать новое. Обязательно буду стараться, чтобы вы что-то тоже новое получили. Спасибо за знакомые лица. Вот. Итак, в чем же интерес? Интерес заключается в том, что мы имеем вечную природу, все вечную природу, но при этом мало кто из нас задумается о том, что надо планировать больше, чем до этого деревянного ящика, да? Ну, то есть никто не планирует дальше жить. Ну, то есть мы думаем, ну, а смысл какой планировать? Непонятно, что там дальше. Может быть, я и не буду жить. Так? И веды объясняют, что с точки зрения обычной науки трудно признать, что есть жизнь дальше. Трудно признать, потому что, ну, не все верят в этот эксперимент Моуди. Знаете об этом, да, что был эксперимент? Что уже неоднократно ученые это делали, что в пограничных состояниях можно кое-что узнать. То есть когда человек находится в реанимации, не всегда люди оставляют тело, как веды говорят. Вид оставляют тело, не умирают, веды отменить слово. Умирать, оставлять тело. Ну, то есть не все люди оставляют тело. Некоторые возвращаются в жизни. То есть все сигналы, там, сердце не бьется, все остановилось, потом раз, искусственное детание, там, и все прочее, и раз, 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 человек начал жить. Он не жил, но начал жить опять. Вернулась жизнь, в тело вернулась жизнь. И потом, знаете, Моуди что сделал? Он поставил везде камеры, везде датчики, все. И все фиксировалось полностью синхронно с тем моментом, как вот идет, допустим, у человека жизнь остановилась, и все сразу, все видно, что происходит. И потом этого человека спросили, и с ним никто не разговаривал. Он пришел в себя, и вот везде там все привели в чувство, и спросили, что ты помнишь? И человек начинает рассказывать, как он повис над операционным столом, как то, что говорил. То есть примерно 30% тех, кто участвовали в эксперименте, недобровольном, как вы понимаете, то есть кто выжил, тот участвовал. Вот. Они, эти люди, они интересные вещи начали говорить, что оказывается они помнят, как разговаривали хирурги, когда помнить нечего, понимаете, помнить нечего, потому что нечем помнить, по факту, помнит человек мозгами, но мозги в это время не работают, потому что там все остановилось. И человек говорит, а я вообще не чувствовал себя внутри тела, оно было чужим для меня, я чувствовал оно чужое, как бы от своем, но уже не мое. Я был в ней, и мне было легко, он говорит, у меня такое легкость, чувство легкости было. Вот. И те, у кого научный склад ума, они думают, так, так, ну не факт, не факт, что вот именно в это время все. Надо уточнить. Может быть, все-таки они раньше это все почувствовали. Может, какие-то галлюцинации были, но как это в момент смерти, когда все остановилось, человек может что-то помнить. Видите, все равно даже с точки зрения современной науки очень трудно установить факт жизни после смерти. Очень трудно установить этот факт. Но просто у нас такое мышление. Но вот в древней культуре интересно знать, что наука не ограничивалась простым экспериментом научным. Если говорить о древней науке, вот этой ведической, кстати, вы можете сказать, ну что за наука, что за вообще словосочетание? Древняя наука. Древние там же жили просто аборигены в это время. Ну какая наука может быть там у этих эстемосов, которые с копьями там, там, да? Вот. Не факт. Не факт, что это именно так было, как мы думаем. Потому что, смотрите, есть другие свидетельства. Например, 5000 лет назад веды написаны на санскрите. Каким образом они написаны? Во-первых, эти источники можно радиоизотопным методом проверить, что они написаны 5000 лет назад. Сейчас это проверяется. Во-вторых, написанный языком настолько сложным, что 10 лет надо что-то выучить. Это такой санскрит, вот этот вот, тот древний. И он написан стихами, изысканными стихами. Причем, интересно знать, что некоторые шлоки, они читаются, вот, допустим, 6 строчек, да? 6 строчек. Они читаются вот так вот. Смысл глубокий, да? Читаются. Вот это. Раньше люди просто так написали. Они писали самые важные, какие-то очень важные вещи в жизни, которые нужны человеку. Вот. Потом они читаются назад, обратно, тоже есть смысл. Они читаются сверху вниз, вот так вот, читаются по каждой строчке, представьте, вот так, сверху вниз, еще потурек. Попробуйте такой кроссфорд сделать. Получится у вас нет? Ну, не то, что все слоки такие, но, по крайней мере, все слоки так составлены, что ни одной буквы не витянешь, ни одной не добавишь. Понимаете? То есть это сверхинтилектуальные люди писали это все. Сверхинтилектуальные люди. Причем, знаете, почему они писали? Потому что было предсказано, 5000 лет назад, что начнет деградация памяти у людей, деградация памяти. Вы заметили, что дети уже помнят хуже, чем мы раньше, да? Они вообще ничего не помнят уже. Это идет деградация памяти. 5000 лет назад вообще ничего не забывали люди. Понимаете? Поэтому деды начали записываться только 5000 лет назад. Они все помнили. То, что они услышали, то помнили. И по факту, вот это вот произведение, в котором я вот все эти факты взял, Шимат Бхагаватам, очень мощное произведение ведическое, которое сейчас вам буду передавать эти факты, были интересным образом изложены. Их излагал человек, который услышал один раз это произведение от своего наставника. Один раз услышал его. И потом его пересказывал. Это в самом Шимат Бхагаватам описывается. Интересно знать, что Шимат Бхагаватам имеет 40 тысяч стихов. Представляешь, 40 тысяч стихов запомнить за один раз. Кто-то может рискнуть, нет? Попробую. Эксперимент такой. Я один стих учил где-то раз в 50, мне надо повторить, чтобы я его запомнил с переводом. Но непросто. Непросто. Ну, то есть, видите, интеллект был очень высокий. Люди знали скорость света. Это описано в ведах. Скорость света. Они знали расстояние до всех планет Солнечной системы. То есть, знали эти расстояния. Они знали число пи. Это описано тоже в ведах. То есть, основные все моменты, они знали размеры атома. Ну, то есть, основные моменты какие-то они знали. Ну, которые нам кажутся ключевыми сейчас в жизни. Нам кажется, что это ключевые моменты. Ну, вот я сейчас скажу вам одну вещь, которую мы вообще даже не знаем, что это бывает. Вот сейчас одну вещь скажу. Я читал одно ведическое произведение. Называется, по-моему, Стапья Веда, что ли, что-то такое. Эта Веда описывает, как делать летательные корабли. И знаете, основной принцип какой? Там берут материалы, у которых разный принцип гравитации. Мы даже не... Сейчас у нас нет такой науки, которая бы изучала разные принципы гравитации. Но они, знаете, они находили такие материалы, которые нейтрализуют гравитацию друг друга. В результате, когда соединяются эти два материала, вещество начинает высеть в воздухе. Можете себе представить? И они эти комбинации делали так, что получался целый летательный корабль. Представляете, он управлялся не с помощью топлива. Там были системы управления, которые были основаны на определенных... определенных геометрических фигурах, которые давали возможность изменять движение с помощью вибраций. То есть, об эти геометрические фигуры пространство игрировалось с ними, и это давало двигаться. Там это все описано, но даже просто... Там так, как пять тысяч лет назад уже по-другому все называется. Мы просто не знаем, как это сделать. Есть священное писание, мы не знаем, как это сделать. Но меня не это ведок больше всего привлекло, меня привлекла наука, сама наука, то есть ведическая наука древняя, она имеет совсем другую природу. Во-первых, она передавалась от наставника к ученику. Смотрите, то есть мы с помощью эксперимента, мы поверим только в эксперимент, да? Но вот в чем заключался эксперимент ученика? Он видел, что его наставник имеет абсолютно безупречную природу, то есть это абсолютно святой человек, у него нет недостатков, он никогда не делает глупости, понимаете, в отличие от нас. Вот. И этому человеку можно верить, потому что он не обманывает. И он говорит, допустим, этот человек, я вижу, как во время оставления тела тонкое тело отделяется от грубого и начинает описывать этот процесс. По факту это все записано в ведок, можно это проследить. Так как я изучаю, вот смотри, сейчас поверите вы мне или нет, давайте проверим. Так как я изучаю эту науку, то я несколько раз в жизни видел, то есть я работаю с тонким телом, у меня такая медицина, я тестирую тонкое тело, и по основанию этого тестирования делаю свои назначения, опять же, лечу с помощью веток коры деревьев, которые тоже имеют тонкую энергию. Ну, такими вещами. А, экстрасенс, ну, все, значит, понятно. Что время. Вот. Ну, можно так сказать, в принципе, с позиции, как бы, опыта психиатра, 80% таких людей, даже, можно сказать, 90, просто, ну, точно имеют какие-то психические пони. Ну, я надеюсь, что у меня их нет. Ну, то есть я просто это делаю, как ученый, как исследователь. И три года назад я наблюдал, как оставляет тело мой близкий человек один, он умирал от рака. Я увидел, как он... Сначала, что происходило, то есть сила времени, о которой мы будем сегодня говорить, что это такое, она начала выталкивать душу из тела. То есть тонкое тело свернулось в центр груби. Вот здесь вот, в центре груби, находится центр существования человека. Не в голове, а в центре груби. Вот здесь. Вот. У него все тонкое тело свернулось в центр, и я увидел, что грубое тело опустело. Оно стало, как будто чужим для него. Видите, когда, допустим, лежит, как вы говорят, покойник? Ну, то есть там ничего нет, по факту. Вы трогаете, там пусто. Да? Такое ощущение, пусто. Ну, деревянное что-то такое, пустое. Кажется, что это он лежит, но он не лежит. То есть в этом нет. То есть душа уже вышла из тела вместе с тонким телом. Там никого нет. И это знание очень ценно, потому что, если мы об этом знаем, многие вещи узнаем. На самом деле, первая вещь, которая узнается, что никто не расстается, вы узнаете сегодня на лекции, что никто не расстается никогда, это мы в иллюзии находимся, думая, что мы расстались. Расстались с этим человеком, который ушел из тела. Никто не расстается. Если знать, как не расстается, если знать, что за связь остается, если знать, то никто не расстается. Первое, что можно узнать. Второе, никто не умирает. Нет смерти. Есть только жизнь. Но это все надо узнать. Видите, сейчас интересный момент. Я вам не смогу продемонстрировать выход из тела. Даже если его продемонстрируют, то вы не увидите это меня. Понимаете? Сократ, когда выходил из тела, он яд вышел, выпил, его окружили эти, которые хотели убить. Он говорит, ну что, пей яд. Ты всегда говорил, что тебя не поймают, да? И он говорит, а меня и так никто не поймает. Говорит, смотрите, сейчас я от вас убегу. И раз, выпил яд. И тело упало. А Сократ в том том келье убежал. Но они не понимали этого, потому что он был очень следущим человеком. Они и не были. Они думали, что вот они добились своего. Его нет. Они говорят, его нет. А он был. И есть. И будет. Понимаете? Но это надо понять. Я вам сейчас приведу вот это, что такое знание. Два примера приведу, и вы поймете, что это важно. Вот смотри. Ну, те, кто хочет понять, потому что то, что я сейчас буду говорить, это уже не проверить, с помощью лабораторных исследований. Как я в интернете недавно прочитал, что ученые обнаружили, что душа весит 2 грамма. Когда человек тело оставил, его взвесили, оказалось 2 грамма разницы между тем, что было и тем, что есть. Вот больше вреда я не встречал. Душа, она не может, его нельзя измерить материальными весами. Она и другую субстанцию имеет. Понимаете? Совсем другую природу, духовную. Ее можно почувствовать, душу. Как почувствовать душу? Вот, допустим, вот девушка печалится вот на третьем ряду. Сидит, да, вот вы печалитесь немножко. Ну, и вы сзади, беленькая, а вы вот перед ней, девушка. Я про нее говорю сейчас. Она слушает, но ей что-то внутри тяжело. Я чувствую вас как личность, вот так. Вот. Некоторые люди, они смотрят на меня с таким любопытством, думают, что за такой огурец сидит. Вот. Некоторые с любовью, потому что они давно уже, мы общаемся уже много лет друг с другом. Некоторые смотрят внимательно, думают, ну, сейчас я его разоплачу. Наверное, что-то хочет от нас поедить. Что-то хочет, что ли? Кто-то с позиции ученого, так сейчас он изучает. Вот. Есть разные отношения. Это означает духовная энергия. Отношения означают духовную. Так можно почувствовать душу. Но не с помощью взвешивания. Это другая уже субстанция. Она имеет другую природу. Она чувствуется, в трех составляющих душа чувствуется вечность. Душа стремится всегда. Мы хотим жить всегда. Не хотим умирать. Значает стремление к вечности. Значит, мы души. Дерево тоже хочет жить. Так? Значит, там есть душа. Или оно не хочет жить. Вы отрезали веточку, он, мол, вырастет. Она хочет жить, дерево. Вот. Поросенок тоже хочет жить, так? Если вы чувствуете, он чувствует, что вы хотели зарезать, он бегает, ищет. Да? То есть он хочет жить тоже. И даже муха хочет жить, да? То есть если ее поймать, она жует там. Ей не нравится, что ее поймали. Ну, то есть, значит, там тоже есть душа, получается. Видите? То есть, если даже в мухе есть душа, то представляете, какая она маленькая душа? Или у нас больше душа? Кто считает, что у нас душа больше, а у мухи меньше? Подвините вы. Какие основания у вас? Есть основания? Просто вы так считаете? У меня есть больше оснований считать, что это не так. Но с вашей точки зрения, может быть, нет никаких оснований. Я вам сейчас объясню, какие у меня основания. есть свидетельства, есть свидетельства, которые написаны чистым человеком. Это свидетельство является основанием. Там написано, душа неделима, она для всех одинаковая, она неуничтожима, никаким оружием, она вечная, бессмертная и так далее. Понимаете? То есть, она одинаковая, там написано, одинаковая. То есть, это означает, у всех одинаковые. И с этой точки зрения изучать древние писания очень ценно, потому что эта наука, как оказалось, она очень практичная, потому что я сейчас вам объясню, в чем практичность. Может быть, она с первого взгляда окажется непрактичной. Вот смотрите, то есть, первое, что я получил опыт увидеть, как выходит человек из своего тела. То есть, сначала тело начало нагреваться очень сильно. То есть, вот эта энергия времени, когда соприкоснулась с телом, душа вместе с тонким телом, она сопротивлялась, она хотела оставаться в теи. В результате началось сражение. Энергия времени и душа вместе с тонким телом сражались, в результате время выиграло, начался сильный подъем температуры, который закончился тем, что тонкое тело все-таки начало сворачиваться и в этот момент потеряла функция, оно перестало управлять другим телом. Тонкое тело управляет психическое тело, управляет другим телом. Когда управление закончилось, сердце остановилось, тонкое тело свернулось в одну точку, вот в эту зону. В этот момент грубое тело начало быстро остывать. Потом душа вместе с тонким телом начала двигаться, она сместилась с этого места, во время жизни она всегда неподвижно стоит здесь. Она неподвижна, она никуда не уходит с этого места, душа в пятке не уходит. Она стоит только в этом месте всегда. Но в этот момент она начала двигаться, я увидел чудо, что вот этот светящийся объект, который внутри человека, и он, в общем-то, как он выглядит, не то, что свет какой-то, а он светится тем, что я его люблю, он меня любит. Мы друзья. Понимаете? То есть светится дружбой, вот этой вот силой дружбы для меня, для каждого по-своему. И то есть я увидел вот эту вот силу дружбы, я ее видел, она начала двигаться вдоль центра тела, каждый по-разному будет двигаться, и вышла из определенной зоны, там эти зоны, психические центры, чакры, вышла и развернулась снаружи в виде этой личности. Эта личность появилась передо мной, перед моими глазами. Эта личность меня узнала, и я ее узнал, потому что я вижу. И она была обескуражена очень сильно, она была в недоумении, хотя всю жизнь изучала ведические знания. Эта личность не ожидала, этот человек не ожидал, что он оставит тело, он оставил тело неожиданно, со скрытыми глазами. Повернулся, что-то сказать, раз, и все. Вот. И я начал успокаивать с помощью молитвы, с помощью отношений. И так как он имел знания, он вспомнил, что он не тело, что он душа, и он успокоился. И потом дальше эта душа пошла своим путем в жизни. И как вы думаете, вам это предстоит или нет? Ну, кто-то об этом вообще не думает. Вот это означает безмозглость. Потому что нам предстоит это все, мы должны это изучать. Если вы считаете, что нет следующей жизни, тогда и жить незачем. А что, ну, пройдет 10, 15-20-30 лет, и что дальше? Дальше китю. Если это так, так зачем тогда вообще жить? Смысл? Ну, копить, да, копить. Мы устроим дом, построим детей, воспитание. Некоторые думают, жизнь продолжается в детях. Но это же не ваша жизнь продолжается в детях, а их жизнь. Плата же что-то жизни зачем тогда нужна? Ведь какая-то глупость какая-то. Ну, понятно, зачем? И это глупость на самом деле признать невежество, признать незнание. Мы очень образованные в том, чтобы где-то работать, там, зарабатывать деньги, что-то здесь делать в этом мире, но нам придется оставить тело, и мы не образованы с тем, в том, что будет дальше с нами. Это значит, мы невежественные люди, веды говорят. Это не то, что я там утверждаю. Так говорят веды. Если человек не знает, какие процессы в течение жизни происходят с ним, что происходит с ним после смерти, то он не обладает знанием о своей жизни. Он просто живет неведением. Итак, смотрите, интересно, то есть я ел, я живу в Краснодаре, я как-то ехал вдоль дороги, ехал, то есть, по шоссе, я увидел вдоль дороги аварию, лежит человек, ну, лежит тело, вернее, лежит тело. Я увидел, так как я очень внимательно смотрел, сразу осредоточился, увидел тонкое тело человека, тонкое тело, человек вышел из грубого тела, его там нет, человек находился вне. И он был очень сильно испуган. И так как он не знал, что есть жизнь после смерти, этот ускок никто не может уже убрать, потому что человек не понял вообще, что произошло, понимаете, то есть он ничего не понял. То есть смотрите, веды объясняют, знание находится в тонком теле, оно не остается с грубым человеком. Память о том, что происходило, память о том, что будет происходить, ну, то есть память человека, его качество, характер, привычки, взгляды, все остается с ним. Поэтому знание является самым большим богатством. Если человек что-то узнал, узнал сердцем, не то, что в книжке прочитал, он узнал сердце, он понял, что это так, то это остается с ним. Дальше, в следующей жизни, он выходит из тела, все остается с ним. Как-то я был в Индии в одном святом месте, это место называется Шри Рангом, это огромный храмовый комплекс, десятки километров, и в этом храмовом комплексе есть удивительное место, где необычное закоронение, 800 лет назад там оставил тело очень возвышенная душа, очень возвышенная. Этого человека зовут Рамануджа Ачарья. Рамануджа Ачарья, он сказал своим ученикам, собрал их, сказал, я сейчас оставлю тело, я перед этим вам хочу дать свои последние наставления. Дал наставления, ученики упали перед ним, заплакали, пожалуйста, не оставляй тело, мы еще хотим побыть с тобой по чуть-чуть. Он сказал, хорошо, и целые сутки давал наставления, потом сел перед ними, поднял вот так руку и с открытыми глазами, вот так прощаясь с ними, оставил тело. Представьте, что за личность. Он сам по своей воле оставил тело. И перед оставлением тела он им сказал, вы будете со мной, оставаться со мной в течение многих сотен лет. Я буду приходить в свое тело, возвращаться, оживлять его чуть-чуть, и вы будете чувствовать связь, через эту связь вы будете от меня получать знания. И что происходит? Это тело забальзамировали, и в нем периодически начинают расти ногти. их обстригают раз в месяц. И оно продолжает так стоять уже 800 лет. Съездите в Шри-Ранго, посмотрите, рекомендую получить такой опыт. Опыт чуда, которые бывают в этом мире, чудес. Бывают чудеса, потому что есть люди, обладающие знанием, что такое грубое, тонкое тело, как с этим обращаться. Это знание остается с ними после смерти. Они знают, что делать там уже в отличие от нас. Они не забывают о том, что происходило здесь. В следующей жизни они себя тоже помнят и так далее. Это результат работы над собой. Они погружаются в то, что нужно. То есть, они занимаются самым главным, чтобы следующая жизнь была тоже наполнена, чтобы она не была пустой. Итак, мы тоже сейчас соприкоснемся с этой темой. с вами. То есть, мы будем говорить о самом главном. Самое главное заключается в том, что помимо грубого тела, помимо грубого тела, которое мы изучали по анатомии, существует тонкое тело или психическое тело. Психическое тело можно почувствовать в результате настроения. То есть, у меня хорошее настроение. Это означает работа психического тела. Это не работа грубого тела, настроение. Даже когда у меня что-то болит, это работа психического тела. Оно соприкасается с грубым телом, где нарушены функции, и поэтому возникает чувство боли. Веды расписывают все. Они говорят, что в тонком теле существует тонкое тело ума. Манос. Тонкое тело ума означает та структура, в которой человек живет. По факту мы живем в тонком теле ума. То есть, мы им думаем, мы в нем живем, в нем есть характер. Тонкое тело ума управляет грубым телом. В тонком теле ума есть два типа каналов, психических каналов, два типа. Один тип психических каналов управляет всем грубым телом. Эти психические каналы называются шротасы. Это, знаете, как можно представить, как чертеж вот этого здания, допустим. Если бы не было чертежа, здание бы не было построено. И чем отличается этот чертеж? Он отличается тем, что он управляет, вот, допустим, этот чертеж настолько интересный в нашем организме, что он управляет функциями нашего грубого тела при жизни. Вот чертеж здания не управляет функциями, так? Но надо иметь чертеж, чтобы управлять, так? Без чертежа непонятно, еще где находится, как коммуникации проходят там и так далее, как свет. Чертеж все-таки нужен, и мы люди управляют, но есть невидимая сила, которая управляет нашим телом. Наше тело на санскрите называется ямтра. Ямтра означает машина, переводится в санскрит. Представляете, древние люди придумали такое слово для нашего тела. Ямтра означает машина. То есть они воспринимали тело как живой объект. Они воспринимали как то, где живет живой объект. Допустим, машина живая или нет? Нет, она не живая. Но когда туда садится человек, он может ездить, она отживает. И настолько сильно оживает, что если вы подойдете по машине, стукните, так, по ней, особенно если дорогая, то выбежит человек и скажет, ты за что меня ударил? и он сразу раз в лицо. Ну, то есть вы же не ударили его, вы ударили железку просто какую-то. Но он будет считать, что вы его ударили. Знаете, настолько сильно он сживается с этой железкой. Вот точно так же мы сжились очень сильно с этой машиной, в которой находимся. И по факту мы начинаем себя считать этой машиной. То есть мы думаем, о, какая я сегодня красивая. и только мы так считаем про себя. Также многие на девушек смотрят и видят, что они действительно красивые. Но по факту это красивая душа. В женском теле душа такая красивая. Ее энергия красоты начинает раскрываться в женском теле. В мужском теле раскрывается энергия знания. Женщина скажет, но не во всех мужских телах энергия знания раскрывается. Иногда что-то не раскрывается. Это уже другой вопрос. Это уже вопрос разнотости человека. Но вот по факту заявлено, что в мужском теле должна раскрываться энергия знания. А в женском должна раскрываться энергия красоты. Так заявлено, да? Но не всегда заявки выполняются. Это уже карма. Мы сейчас будем об этом говорить с вами чуть позже. Итак, смотрите. Шротасы. Что это за такие каналы? Они обволакивают каждый орган. То есть, вот допустим, Анна Ваха Шротас. Описано очень много каналов тонких, которые поддерживают функции всего нашего организма. Анна Ваха Шротас начинается от рта и заканчивается тем, откуда пища выходит, тем местом. И когда, допустим, маленький ребенок развивается, еще внутриутробное развитие, трубка внутриутробная, когда развивается, то что происходит? Закладываются клетки в этой трубке пищеварительной в разных местах одновременно. И так как ребенок развивается в трехмерном пространстве, сразу возникает вопрос, а как они находят друг друга, эти клетки? Вот как они вместе создают одну такую устроенную систему? Почему пищевар так у всех поодинаково расположен? Почему он не заворачивается как-то и в этом раз опять вышел? Почему он как бы вот всех одинаково расположен? Потому что есть чертеж. Понимаете, они растут внутри этого чертежа эти клетки. То есть они растут внутри тонкого тела. Тонкое тело с самого начала управляет другим телом. Очень серьезное управление идет четкое. Но иногда в тонком теле бывают ошибки. Это карма означает. Пахая карма. Бывает это означает аномалию внутриутробного развития. Все. Древние ученые знали об этом. И они знали как управлять тонким телом. Тонким телом можно управлять с помощью звука. Но для этого надо сначала звуком управлять. То есть надо так произносить звук чтобы он воздействовал в конкретном месте. Как это возможно? Надо сначала научиться управлять звуком а потом научиться видеть на что ты воздействуешь. Потому что это же тонкий объект. И тогда ты можешь уже лечить внутриутробные болезни у детей. Но это для нас вообще непостижимо. Так? Непостижимо просто. Мы не знаем что это вообще бывает. Но по факту мы какие-то простые упражнения как лечить судьбу с помощью звука мы с вами сегодня будем изучать. Это реально. И я сегодня молился с утра два часа чтобы мой звук как-то помог вам в жизни. То есть эта молитва она должна сделать свое дело сегодня. То есть ваша жизнь наверное станет чуть-чуть получше. Если вы внимательно будете слушать меня то наверное что-то должно произойти. Проверьте по крайней мере. Итак существуют другие психические каналы которые называются наги. Вот эти психические каналы наги и работают совершенно уникальным образом. представьте себе что эти каналы психические они предназначены для работы нашей психики и они не заканчиваются внутри тела грубого. Эти каналы они продолжаются от одного человека к другому. И у нас возникают родственные связи. Как человек допустим может сказать такую фразу ты убил меня ну то есть он вроде бы живой он говорит ты убила меня да потому что ты от меня ушла во мне закончилась жизнь я не могу теперь жить у меня сердце остыло да а ты такой холодный какая сберк в океане да и все твои печали за темною водой воды никто не налил это карма плакает бутылку поставили самоотслуживание что я недостоин чтобы не налили и так смотрите интересная вещь получается что иногда я чувствую любовь другому человеку а он не чувствует ко мне любви я спрашиваю неужели ты не чувствуешь у меня такая любовь тебе неужели ты не чувствуешь он говорит нет да знакомая ситуация и ты не веришь думаешь ну как она не чувствует я же ее люблю в чем дело да я же люблю почему она не чувствует иногда бывает наоборот человек говорит я тебя так люблю ты думаешь непонятно что он от меня хочется иногда люди любят друг друга но родители не разрешают или мешают отношениям и такая несчастная любовь развивается или я стою на одном а ты на другом весна какая выдалась зачем же мы расстались то есть видите не все так просто в этой жизни то есть связи между людьми они неожиданно наступают эти связи любовь негаданно нагрянет когда ее совсем не ждешь и каждый вечер и сразу станет так удивительно хорош и ты поешь да хорошо становится непонятно правда почему вот почему так происходит что ты увидел человека да и тебе стало хорошо жить ты вспоминаешь его и у тебя счастье возникает внутри что это за такое откуда это все взялось что это за такой такой механизм позиции условных рефлексов палома что выделяется слюна когда ты смотришь на кого-то или как их хочется там когда это раздражается там вот с этой точки зрения как-то все как-то банально получается да что какой-то условный фрифлекс возникает я смотрю на человека у меня условный рефлекс но почему-то так хорошо от этого условного рефлекса да кто в это верит понимаете ручку просто условный рефлекс нормально это означает что вы честный человек вы как бы верите что вот ну то есть нет связи никакой да нет связи просто вы посмотрели и у вас условный рефлекс ну вот интересно как это можно объяснить вот какой условный рефлекс возникает у маленькой маленького же ребеночка который рождается из большой лошади смотрите он рождается сам встает на ноги его никто не учит он никогда этого не делал раньше он подбегает маме сразу его тоже не учит никто и начинает сосать сисю сама тоже никто не учит как вы можете это объяснить откуда взялся рефлекс ведь никто не не было никакой тренировки откуда все это взялось почему рыбка когда рождается она плывет за мамой сразу откуда этот рефлекс такой чем дело откуда но откуда это все возникает согласно полу это все как бы вырабатывается где-то так это еще сложнее есть вопрос почему разные совершенно по строению люди мужчины и женщины друг за другом бегают вот это еще сложнее вообще ниже разное строение не одинаково они друг за другом бегают тоже так никто не учишь кстати на ка раз и возникло чувство как это мультфильме мауби говорит ка что это у меня здесь ка говорит весна видите ну мы не можем объяснить как-то более глубоко но есть простые какие-то объяснения даже у ка змея там этого мудрого было объяснение такое что весна наступила поэтому у тебя вот здесь появилось такое жгучее чувство я сейчас вам объясню что это такое с позиции ведического знания но прежде чем это объяснить я объясню сначала что у нас вот здесь в центре груди центре сердца есть зона определенная которой хранится вся память о всех наших прошлых жизнях вот там вся память в шима бхагава там в этом произведении она доступна на русском языке можно почитать там написано что на седьмом месяце беременности когда ребенок в утробе находится он вспоминает в этот момент себя начинает осознавать себя и так как он абсолютно чист он еще не попал в атмосферу каких-то отождествений что я там русский там я родился в какой-то семье он просто находится в утробе матери ничего не знает в это время он в это время вспоминает естественным образом до 100 своих прошлых жизней очень подробно вспоминает но в процессе прохождения вот перемены вот этого резкого состояния память выключается то есть человек не помнит ничего только очень возвышенные люди могут помнить несколько своих прошлых жизней отбывает крайне редко в основном люди которые говорят что они помнят своей прошлой жизни это просто психически больными чаще всего но есть бывает что помню они отличаются святостью такие люди у них очень чистое восприятие мира то есть именно чист чистота человеческая дает возможность ему улучшить память память это священная вещь священная то есть чем человек чище жизнь тем у него острее восприятие мира и тем у него глубже память о том что все происходит знаете для чего память нужно вот допустим помните как фильме в этом когда шура напился его напоили ну ему сказали что тут пить тогда три бутылки мы показали так не шоу пить вода он никогда не пил до этого он напился и потом на следующий день он понял что пить не надо больше он понял но и вы через некоторое время опять подпоили это значит у нее память короткая потому что на самом деле если человек имеет чистую кристальную память с ним произошло какое-то событие серьезное жизни он никогда больше так делать не будет он туда опять не пойдет потому что он помнит что с ним было это признак высокого интеллекта очень сильное восприятие мира человек знает точно что можно сделать что нельзя он очень сильно серьезно понимает но это с помощью памяти достигается человек вспоминает все он допустим помнит ему кто-то сказал какие-то слова очень добрые человек запоминает это он не забывает это никогда в своей жизни благодарен этому человеку высокий интеллект признак высокого интеллекта память это признак интеллекта у меня к сожалению вот не хватает этого признака и всегда все помню ну так или иначе будем продолжать вас силу значит продолжает вот итак смотрите мы с вами уже разбираем тонкое тело то есть есть у нас в центре вот здесь груди есть такая область она вот такой вот размер даже вот такой шарик энергетический вот как я это восприняю такой вот здесь прямо такой всех одинаковый этот шарик там находится в памяти всех наших прошлых жизней и это глубинная часть нашего существования это глубинная часть ума оттуда выходят импульсы которые влияют на нашу судьбу оттуда рождается судьба человек как это происходит я вам сейчас расскажу на примере как 800 лет назад был такой мудрец в Пантаджали он написал в произведении йога с утра там описывается разбирается строение тонкое строение человека в виде озера срез ума как срез озера то есть вверху волны это наши мысли мысли находятся у человека с левой стороны вот здесь вот есть мысли дальше с левой же стороны глубже мыслей находятся эмоции теперь у меня валк вам вопрос у кого сильнее мысли и эмоции мужчин или женщин у женщин в шесть раз сильнее чем мужчин мысли и эмоции поэтому женщина она более осознанно воспринимает ситуацию которая происходит например муж приходит домой он еще не знает что сказать жене по поводу того что произошло но жена уже знает что он хочет что-то сказать ну примерно уже догадывается что произошло примерно так или нет женщина очень мысль работает и поэтому девочки лучше учатся в школе не быстро ориентируются в ситуации запоминают лучше и женщине легче ориентироваться в той ситуации которая известна она привыкает допустим квартире она там очень очень опытно в своей квартире она знает что где когда у нее нет проблем все она все полностью как бы осваивает пространство но в чужой квартире ей уже страшновато находиться на пространство не освоено то есть женщина любит то что известно то есть ей легче жить там где известно поэтому она говорит давай сначала решим как мы будем отношения строить а потом будем их строить потому что непонятно что ты от меня хочешь то есть ей нужна известность какая-то определенность в жизни женщине нужна вот дальше с правой стороны находятся эти волны ума с правой стороны находится воля человека воля сильнее мужчины вот снаружи воля а дальше за воли что находится дальше решимость человека находится его как бы внутренняя сила сила воли будем так говорить и мы видим что мужчины они очень решительны даже мальчик маленький ведь это тонкое тело поэтому это с рождения маленький мальчик он так как себя ведет такой он знает что ему надо такое он добивается своего его можно взять допустим совсем маленький там допустим два года ему надо что-то можно его взять вот так он будет такой он не остановится то есть если девочку взять она будет смотреть чего ты хочешь там разобраться надо вопросом она маленькая она разбирается и важно отношения если она смотрит улыбается или нет у меня за черенок взяли она смотрит мальчику неинтересно просто ему надо да и все и он идет туда и мне все равно как на нее смотрим ну то есть разное поведение видите с позиции мысли и эмоции поведение одно с позиции воли совсем другое так получается видите разные тела глубже вот озеро ума рассматриваем глубже находится вода да глубже волн вода воду можно разделить мысленно на три слоя три слоя первый слой вот этот самый верхний это то что мы можем почувствовать тут находится сначала эмоциональная реакция человека настроение потом находится да потом находится настрой это что-то такое глубокое допустим настроение оно возникает каждый день свое а в глубине у человека он говорит я в депрессии ну то есть депрессия это означает настрой то есть он живет вот с этим настроем у него как бы все плохо особенно в России вот хочу в Америку или еще куда-нибудь я в депрессии или я уже не такая молодая чтобы улыбаться как вы ну то есть совсем уже в депрессии ну то есть возрастная депрессия уже такая я не молодая все отстаньте от меня вот не у всех конечно так бывает но иногда вот мы видим настроение такое у людей настроение означает еще глубже но интересно что глубже настроение находится регуляция всего организма вот дальше вот глубже средняя часть воды означает там где находится наше здоровье вот там находится здоровье как вы думаете если у человека настроение хорошее здоровье будет хорошее или нет будет лучше мы влияем как-то но как ни странно основное влияние у большинства людей идет снизу вверх я сейчас вам объясню что здоровье часто зависит даже не от настроения человека а зависит просто от судьбы то есть от того что идет изнутри там откуда-то судьба идет изнутри сейчас мы об этом будем узнавать итак человек с помощью правильной жизни понимание себя как личности правильно может сверху вниз через мысли через настроение влиять на здоровье это факт все знают это есть психофизические практики саморегуляция не просто это сделать не просто дальше движется самый глубокий слой вот этот вот самый глубокий непостижимый для нас слой как говорят в тихом обыке все черки водятся там тихий омут такой это тихий омут такой самый глубокий слой это слой в котором мы не разбираемся там мы не можем почувствовать если человек может как-то научиться чувствовать как у него пища движется по кишечнику он всегда считает великим йогом он знает точно где сейчас находится куша или он знает допустим как сделать так чтобы кровь прилила к руке или еще что то допустим я очень хорошо разбираюсь в организме но вот интересная вещь что даже те люди которые видят что будет у других в жизни не факт что они знают что будет у них самим вот там в этом третьем слое находится влияние на нашу жизнь причем интересное влияние мы оказывается тонкими нитями связи связаны со всеми кто с нами связан хоть как-то даже административно допустим связан ли я с директором завода на котором работаю да да и когда приходит время плохое в моей судьбе он пишет вот этого человека мы уволим может быть он не сильно эмоционально с вами связан но он пишет уволим почему потому что от вас пришла пришел сигнал веды говорят что тот человек который знает знает что вся причина моих страданий находится только во мне одном является настолько великим мудрецом что страдания даже не касаются его трудности жизни касаются допустим руку должны отпилить это труднее жить да или мне предстоит голодать там или мне предстоит остаться без работы мне предстоит еще что-то труднее жить но страданий нет знаете от чего веды говорят у человека страдания все вот так если разобраться от чего страдания видите даже мы не знаем от чего страдания веды говорят от того что мы не понимаем за что за что мне это вот представьте ситуацию такая допустим практический пример вы знаете что в прошлой жизни вы кому-то отрезали руку просто взяли отрезали руки и вы уже знаете что вам могут отрезать руку по закону кармы или в этой или следующей жизни вы готовы к этому когда человек остается без руки он такой ему тяжело но он говорит так тебе и надо нечего было калечить человека видите уже легче так чувствует что легче или нет хорошо не понимаете я чувствую непонимание в ваших глазах давайте разберем пример уходит жена о чем человек думает сначала вернись я все прощу если он пытается ее вернуть там возвращайся голодным утром возвращайся мне очень трудно возвращайся и оставайся ну то есть он зовет зовет в сердце свою связь такую держит пытается вернуться все силы но потом когда уже он не может вернуть он чувствует что он остался совсем один да один совсем один вот и он о чем думает вот в этот момент мысль какая кто чувствовал это кто оставался один какая мысль за что что это значит за что это значит что человек чувствует как избавиться от страданий когда близкий человек уходит из жизни первая мысль за что судьба меня оставила одну или одного за что видите почему такая мысль за что возникает потому что сердце наше знает что если узнать за что тогда страдания заканчиваются человеку надо узнать только за что и все больше ему не нужно ничего знать по факту что это не что не это не это не Продолжение следует...